Всем салам из солнечного весеннего Ташкента. Продолжаем наши поездки по городу Ташкента. И вот сегодня сейчас мы по локации, это улица Амира Тимура, бывшая Энгельса. И вот не доезжая в Эденха, мы поворачиваем на Малую Кольцевую дорогу. Вот это вот эстакада, мост. Это вот раньше ее не было. И вот так вот Софийскую продлили и сделали такую Малую Кольцевую дорогу. И вот мы сейчас по ней проедемся до Старого Ташми. Вот как раз мы сейчас выезжаем на эту дорогу. Это где-то недалеко от Бадамзара. Вот и чуть далее вот мы сейчас едем в сторону Академгородка, по-моему. Но мы там, не доезжая, повернем направо. И сейчас вы это увидите. Вот смотрите, какое здесь справа красивое такое кафе или ресторан, что-то такое. В общем, помпезное такое. В общем, город меняется. Погода прекрасная. Правда, этот ролик был в начале марта записан. Но я не мог вам не показать, так как по этим дорогам мы еще не ездили. А этот район, вот именно сейчас, где мы приезжаем, вроде знаменит изделиями из Канины. То есть Козы и Канина, все вот в этом районе говорят самое лучшее, самое дешевое. Насколько это соответствует действительности, я не могу пока сказать. Я сам тут вот проездом был впервые. Вот как видите, Козы, Нарын. Вот здесь справа и слева вот этот район знаменит. Вот таким вот изделиями. Ну что, вдруг кому-то интересно, будете знать. Вот здесь вот и слева, и справа. Все-все, что связано. Вот Козы, Нарын, Канина. И вот мы уже подъезжаем к повороту. Скоро будет этот поворот. Я вам сейчас ее попробую показать. Ну, все равно мы проедемся по ней. И где-то вот чуть далее будет слева новый зоопарк. Можно будет заехать. В общем, вот такой вот район. Я не знаю, как этот район называется. Ну, примерно вот где-то справа Новомосковская та сторона части. А слева это уже новый зоопарк. В общем, Бадамзар. Вот где-то вот в этот район. Точно не могу сказать. И вот здесь, по-моему, уже пойдет съезд направо. Это будет как раз-таки дорога, называться Малая Кольцевая дорога. Здесь она как раз... Дорога разъединяется. Если чуть левее две полосы брать, то можно уехать в сторону Академии Городка. Вот этот вот разъезд именно. И вот это вот называется Малая Кольцевая дорога. Вот по ней мы сейчас проедемся до Старого Ташми. И там выйдем на Ташельмашскую и поедем в сторону Кадышева. Вот такая сегодня поездка будет. Ну, оттуда мы еще поедем в сторону Джарк-Курганское, Куйбышевское шоссе. Немножко так. И Саракулька. И выедем в сторону Госпиталки. Вот такая длинная поездка будет, друзья. Ну, вот эти места я вообще впервые вижу. Сам даже не знаю, где это, что это. Где-то вот примерно чуть дальше будет, по-моему, станция Солар. Вот где-то так будем проезжать. В общем, смотрите, удивляйтесь. Вот такие вот глобальные изменения в Ташкете. И это, конечно, очень радует. Сейчас вот март потеплело. Навруз был. В общем, праздничное настроение. Скоро вообще потеплеет. Будет, наверное, жарко. Ну, наверное, у всех будет скоро хорошая погода. Весна идет. И будет жизнь, так скажем, налаживаться после суровых зим. Вот мы где-то сейчас едем. Даже не могу сказать, где. Такое ощущение, что где-то за городом. Хотя, не знаю, вот слева железнодорожное там полотно. Справа вот такие вот дороги. Наверное, индустриальные тоже какие-то места были. Ну, в общем, помню, что мы выехали, где-то съехали и попали на... в районе Старого Ташми. Так что будем изучать город вместе. Для меня это тоже все новое. После 20 лет пребывания за границей. И я тоже вот удивляюсь вот таким изменениям. Я не помню эти дороги. Может, они и были. Может, какие-то такие вот узкие были. Хотя, не знаю. Честно, не могу сказать. Но город, конечно, сильно изменивается. Еще одна новость с 1 апреля. Для пенсионеров метро будет бесплатным. Ну, такая позитивная новость. Еще я вам вот ролик показывал. Когда мы ехали, дорога Сукок. Я там останавливался. Ну, на перекрестке там такое место было. Что-то там намеревалось. Вот, оказывается, именно вот там и будут строить новый Ташкент. Сейчас начинается грандиозный проект. Не знаю, сколько он будет длиться. Но хотят построить новый Ташкент. И вот эти все учреждения, министерства перевезти туда, в этот город. Ну, его примкнут к городу Ташкент. То есть, территория Ташкента там увеличивается. Рассчитывают где-то на миллион жителей. В общем, построить инфраструктуру. В общем, такой вот огромный-огромный проект. По-моему, мы сейчас подъезжаем как раз-таки, где мы будем съезжать. Район Старого Ташми. Вот такие вот новости приятные. Ну, о ходе событий этого мероприятия, конечно, я постараюсь освещать, если что-то будет там известно. Пока только объявили, что этот проект уже начали строить. Вот мы сейчас проезжаем под этой дорогой, которую мы сейчас проезжали именно. А это вот, наверное, железнодорожный мост. И вот мы уже на Ташсельмарское, раньше называлось. Сейчас здесь, я уже говорил вам справа, на этой территории парк развлекательный. Называется Ашкабад. Тоже очень такое... Территория. Вот она справа как раз. Ашкабад парк. Ну, а мы поедем прямо на территорию бывшего авиационного завода. Ну, сейчас это уже полностью живой район стал. Здесь очень много новых домов. Инфраструктуры тоже очень много здесь. И строится, строится. В общем, одна из красивейших улиц стала. Ну, а также загружена она, потому что отсюда можно выехать за город. В общем, дорога тоже в горы. В Чинган. По новой дороге именно можно отсюда и выехать. Вот, как видите, справа, слева. Вот еще идут стройки. Чуть дальше там жилые дома пойдут. И когда... И это как раз-таки дорога... В конце как раз на перекрестке... Она замыкается с... Переплетается с трехъярусной эстакадой. Вот видите, вот такие вот строения здесь. В общем, город изменился. Становится все краше. Ну, а за трехъярусной эстакадой уже далее идет дорога в парк Новый Узбекистан. И далее как раз-таки вот будет как раз-таки Новый Ташкент территория. И еще есть... Ну, писали недавно, что вот по этой дороге от парка Новый Узбекистан. И в город будет ходить на магнитной подушке. Такое, поезда. Так что будем ждать, посмотрим. У меня есть ролики, где я приезжал. Останутся в истории. Если этот проект будет осуществлен. Вот видите, вот слева, справа, очень много жилых домов. В общем, такая вот изменения вот такие вот в Ташкенте, глобальные. Так что, кто здесь давно не был, просто будете удивляться. Ну, а мы как раз подъезжаем к трехъярусной эстакаде. Мы как раз съедем и повернем в сторону Кадышева, Лисунова. Вот здесь тоже, когда впервые приезжал, было очень сложно разъехаться. На этом... Здесь как круговое движение. Вот это второй ярус. Здесь надо быть осторожным, чтобы не туда уехать. А то потом приходится очень далеко ехать, чтобы развернуться. Ну, пару раз проехать, можно уже научиться. Ну, а мы вот как раз подъезжаем к Лисунова. Ну, а там как раз-таки наземное метро есть. Вот сейчас мы, наверное, будем мимо этого метро проезжать. Ну, а мы сейчас как раз находимся по Ташкентской кольцевой автомобильной дороге. Как мы ее раньше называли, бетонка. Она тоже вот уже совсем изменилась. Здесь еще более широко. Ну, а в других местах, конечно, где... Сампи, Юнсабад, там очень загружена эта дорога. Бывают пробки. Ну, а здесь вот как раз-таки заезд на метро Чкалова. Я, конечно, эти районы очень плохо знаю. Вот наземное метро. Мы, по-моему, туда и поедем. Мы поедем сейчас по кармашку кольцевой дороги. Так как мы еще там не ездили, это тоже очень интересно будет поездка. Вот она. Наземное метро. Она тоже уже сейчас продлилась до... Раньше назывался район строителей. Строитель. Сейчас это Ханабад называется. Вроде ее как бы открыли, но потом опять какой-то небольшие ремонтные работы были. Не знаю, сейчас точно открыли или нет. В общем, в будущем будут продлевать ее до Сергелей. Состыкуют. И как бы получится такое вот круговое. Можно будет уже ехать и в город. Не знаю, как там будет. Будет стыковаться или будут переходы. Но это мы посмотрим. Вот такие вот, друзья, у нас поездки сегодня. Красиво все. Погода радует. Ташкент обновляется. Очень много-много проектов готовится. Конечно, постараюсь по мере возможностей вам показывать, какие будут изменения. Ну, изменения постоянно происходят. Ну, вот, как видите, вот это вот грандиозное строение. Она идет пока до Ханнабада. Первая часть была сделана до Куйлюка. Далее продлили до массив-строитель. Это Ханнабад сейчас, как я уже сказал. Ну, и в дальнейшем планируется ее соединить с веткой в Сергилях. Вот такие вот изменения у нас в Ташкенте. мы вот сейчас повернем здесь направо и поедем в сторону рынка Кадышева. Поэтому я сам даже не знаю, где мы, где-то, ну, Лисунова. Какой квартал, я даже не знаю. в общем, будем с вами изучать город. Ну, эту часть, конечно, я не очень хорошо знаю. Как видите, здесь даже идет и частный сектор, и квартала. вот так вот так вот. Где-то вот мы сейчас подъедем к рынку Кадышева, кто помнит. примерно так, это где-то раньше городок авиастроителей назывался. Он, наверное, чуть дальше. В общем, город меняется, все меняется. Вот, по-моему, слева будет как раз за этим перекрестком. Это вот и есть рынок Кадышева. Тоже такой знаменитый рынок. Ну, а мы сейчас немножко проедемся налево и поедем в сторону Саракульки. Ну, вот, хорошо сейчас вот есть навигаторы вот эти, Яндекс, Гугл. очень полезные, помогают. Вот мы сейчас поворачиваем, слева как раз рынок еще стоит. Ну, а мы поедем уже в сторону Джар-Курганская и далее. поедем в сторону госпитального рынка, который сейчас называется Мирабад. Мирабадский рынок. Вот такие вот изменения. Ну, здесь я даже не знаю, есть ли изменения. Кто жил в этом районе или живет, они, конечно, подскажут. наверное, я думаю, тоже здесь много что изменилось. Вот такие вот дела. вот здесь вот справа живой комплекс, живой квартал, вот слева тоже вот новостройки. Очень много сейчас такие марки, супермаркеты открыли, сеть магазинов, как если мы еще приезжали, Хавас, Баракя, Корзинка, Макро, Каррифур, Магнум, ну, Магнум пару магазинов. Вот еще какие-то приезжают. Ну, вот отсюда мы сейчас поворачиваем и уже едем в сторону Джаркурганской. Раньше, по-моему, масло-жир комбинат там был какой-то. Я все забыл. А вот по Джаркурганской, помню, все-все, ну, в основном, всегда там сдавали экзамен по вождению. Я тоже там сдавал экзамен. и потом на файзабаде получали водительское удостоверение. по водительским удостоверением в прошлом году была такая история, что чтобы, ну, если у вас утеря, вы потеряли. по-моему, если вы потеряли, то надо было сдавать заново экзамены. Сейчас экзамены, говорят, очень такие сложно сдать. Очень сложно, говорит, экзамен сдать. Вот это, по-моему, теорию. Но в прошлом году была вот система такая процедура, что если ты потерял, права, утеря, да, то сдавал экзамен. Ну, а если украли ее, то можно было, по-моему, получить замену, сделать. Что-то вот такое вот было. А потом ее в августе, по-моему, где-то этот закон поменяли, внесли изменения и убрали экзамен. То есть, сейчас, если вы потеряли или украли, просто принесете все документы. Нужен регистрационный, не регистрационный, а экзаменационный лист, плюс медсправку пройти пройти 083 формы и паспорт и заявление там написать. Там есть, кто пишет заявление. К ним подойти, они все напишут и отдать в окошко на Файзабаде. они сразу дадут вам временный такой талончик, временный удостоверение, права. И через месяц уже можно прийти получить водительское удостоверение. Вот такая вот процедура. Тоже, можно сказать, упростили, что очень тоже радует. сейчас вот тоже со штрафами как в Европе стало. Приходит точно так, как в Европе было такие бумажки, где там есть фотография. где нарушил, какое время и просит заплатить. Еще есть появилось то есть есть приложение, которое называется РОД 24. Такое приложение в Ташкенте, где вот эти все-все, что связано с автомобилем, там есть в базе данных, и она все там выходит. То есть если штраф есть, она тоже там высвечивается. Также страховка тоже там сколько дней осталось и техосмотр. Но что-то в последние дни техосмотр что-то база данных не показывает. глюк какой-то уже пару недель как. Мне как раз надо было проходить техосмотр. Я точно не знал какого числа, потому что я покупал ровно год назад машину, а вот техосмотр, я точно не помню, там бумажка была. И во время регистрации, когда я установил газобаллонное оборудование, по-моему она осталась там в ГАИ. В общем в этот момент она потерялась. Поэтому я ходил в пункт техосмотр. А сейчас такие пункты техосмотр, они очень много по городу. Вот мы сейчас выезжаем на проехали под Жар-Курганское и выезжаем на Куйбышевское шоссе бывшее. Ну сейчас это как называется Ферганская дорога. Это вот мост как раз выйдет на рисовый рынок. Рисовый базар. И с техосмотром вот такая история, что пунктов, где пройти техосмотр очень много и проходится очень быстро, очередей вообще никаких. Стоит это 100 тысяч сумм и дают бумажку на два года. То есть техосмотр на два года. вот такие вот здесь проще. Но если в Бельгии взять, в Бельгии техосмотр ежегодно. Там тоже приходят уведомления, что надо пройти техосмотр. Но там очень строго проходит техосмотр, специальное оборудование, по всем параметрам проверяет машину. И там надо обязательно в очередь записаться. заранее онлайн можно записаться, приехать. Не обязательно записывать там прийти можно по-моему без очереди. То есть живая очередь. А вот если на продажу машину, то обязательно техосмотр опять проходить. Вот тогда надо в очереди записываться онлайн в какой день. Ну и стоит там конечно порядок дороже. В этом плане конечно есть разница. Вот мы сейчас сворачиваем и поедем в сторону Саракульки. Ну этот район я тоже не очень знаю. вот здесь тоже видите здесь по-моему женская тюрьма была где-то в этом районе. Вот такие новостройки здесь живые комплексы вот слева еще тоже строится ну вот кто помнит можете написать сейчас очень такой бизнес в аренду автомобиля вот сейчас приехали там были таких очень-очень много в Ташкенте этот бизнес процветает хотя я противник такого ну цены конечно там очень-очень высокие как по мне но если есть покупатель то конечно если есть спрос то будет и предложение и вот где-то мы сейчас повернем направо и выйдем на Саракульскую как раз эту часть тоже посмотрим здесь вот частный сектор ну здесь как бы без изменений я так думал точно не могу сказать я уже забыл как было раньше ну обилие магазинов уже конечно показывает что есть что-то ну вот дом тоже слева уже видно что-то новая архитектура вот такой город здесь еще не очень много изменений и где-то был по-моему железнодорожный техникум что-ли здесь я точно не знаю поэтому не могу сказать так примерно вспоминаю в общем вот такой вот поездка у нас здесь я часто проезжаю вот эту улицу я уже знаю что она выйдет на ну это по-моему Сарапульская улица называлась сейчас даже не знаю как она называется и мы выйдем на такое круговое движение перед мостом железнодорожным ну вот здесь вот по этой улице именно по этой улице в часы пик очень загружены такие пробки здесь стоят кошмарные ну а когда вот свободное такие время здесь конечно можно проехаться но тоже вот как видите немножко пробки вот здесь тоже видите велосипедные дорожки пешеходные сделали и ограждения ну вот все красиво сделано ну а теперь мы вот сейчас как раз переезжаем малую кольцевую дорогу справа вокзал налево в сторону тазиковки был а мы прямо к русской церкви выедем прямо где госпитальный рынок вот здесь вот как видели тоже стройки ведутся слева справа в этом районе очень много строек и много отелей хостелов очень много бизнес сильно развивается вот она русская церковь вот на против тоже смотрите какое крышенебельное здание построили она прямо по курсу госпитальный рынок сейчас это называется мирабадский рынок но мы сейчас выйдем на улицу нукузская и поедем в сторону российского посольства но мы немножко далее проедемся это тоже улица очень такая загруженная пользуется спросом вот справа мирабадский рынок ну и далее там за перекрестком справа там уже мирабадский жилкомплекс так мы поедем оказывается в сторону гостиницы россия вот она слева будет тоже вот эти элитные дома частные это новостройки но очень дорогие называется мирабад авеню по-моему очень красивые вот это по-моему улица раньше и лет или дали да сапер назывался здесь трамваи ходили ну а мы здесь развильнемся и поедем вглубь вот здесь вот такой контраст вот такие вот фешенебельные апартаменты ну и за ним уже частный сектор ну конечно вид уже другой совсем тут все так узко вот вот такие вот дома здесь есть есть новые очень много покупают ломают и строят новые дома шикарные ну здесь район конечно дорогой чем пользуется спросом так как близко к аэропорту и к центру города поэтому вот этот район для для туристов здесь вот хостелы очень пользуются спросом отели тоже но вот к вокзалу близко аэропорт близко и к центру тоже слева слева тоже отель здесь очень много отелей вот еще строится справа вот тоже слева отель по моему и хостелов тоже очень много в этом районе вот так вот преобразился Ташкент вот смотрите а здесь вот все новые дома здесь тоже отель по моему что это да отель вот справа тоже по моему отеле строится я же говорю вот этот район очень бизнес вот этот отельный развивается локация очень хорошая вот опять вот отели хостелы вот справа тоже отель вот такой вот Ташкент раньше такого не было вот опять и вот этих лежачих полицейских тоже много в общем везде вот махаля заедет квартала заедет эти лежачих полицей очень много делали делали для безопасности это конечно хорошо вот опять смотрите шикарные дома и отели ну и вот так узко здесь ну вот смотрите здесь раньше наверное были только частный сектор живые дома а сейчас вот так все изменилось вот так вот мы сейчас поедем на заводскую по-моему улицу и далее поедем уже так мы сейчас уезжаем опять на Макузскую мы ее пересекаем вот это где-то здесь недалеко российское посольство точно не знаю где и далее мы уже поедем в сторону Шотаруставели вот здесь тоже видите отели очень много отелей стало наплыв туристов тоже ожидается очень большой сейчас тоже очень много туристов летом будет наверное еще больше по-моему я читал где-то Амерсои по-моему в Чингане там тоже хотят такой очень длинную длинную канатную дорогу построить тоже будет очень высоко в общем развивается там уже есть одноканатная дорога потом Амерсои еще одну сделали по-моему новое и еще будет высоко в горах если если как-нибудь поеду конечно попробую все это за пяти лет так мы как раз не на заводской а по-моему туда дальше по-моему глинка улица будет ну я тоже это не очень хорошо знаю эти районы так что не обессудьте если мы сейчас вернем да мы поедем уже в сторону что-то Руставели как раз здесь вернем на глинку и на шуту Руставели повернем налево и поедем в сторону братских могил вот здесь тоже смотрите какие новостройки строятся в общем очень много строек город меняется становится все лучше и краше зима была сурова вот сейчас если дороги еще сделают они сейчас латают ну где-то хорошо где-то не очень где-то вообще еще не латали в нашем здесь 31 квартал педали козылшарк там тоже дороги разбиты и вот мы сейчас поворачиваем на шоту расставели справа парк бабура бывший мы поедем прямо фрунзовский торговый центр будет слева бывший сейчас это уже что-то другое но тоже торговое здание там как бы торговый центр название уже другое также здесь базар Аскея существует до сих пор здесь на перекрестке справа на светофоре тоже пользуется спросом сейчас этот район справа называется Ракат вот так вот изменилось раньше Аскея базар был сейчас это все говорят Ракат Ракат и вот в эту сторону можно приехать ну а здесь вот раньше трамваи ходили и скоро опять будут ходить наверное трамваи пока что-то не видно чтобы работы начались но разговор шел такой что хотят возобновить вот по этой именно улице наверное с южного вокзала наверное будет трамвай ходить и вот в эту сторону это вот перекресток с улицей Мукемии отсюда можно направо повернуть слева тоже вот все текстильный комбинат был там все 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 жилые комплексы построили а вот это вот здание стоит на месте раньше здесь был 25 лет УССР по-моему кинотеатр курятник мы ее называли слева стадион текстильщик был раньше вот все так изменилось и вот далее такие новостройки там тоже какой-то отель открыт они жилые дом а вот середине высокой это под отель скоро ее сделают откроют уже вот слева высокий здание ну а справа вот все старое здание как раньше вот такие вот улицы дома здесь ну а там далее уже частный сектор сейчас вернемся на улицу фото Руставели по моему и поедем в сторону южного вокзала вот сейчас здесь справа будет братские могилы налево если вы повернуть то можно на новую дорогу выйти которая ведет прямо в Сергили и в Ханабад можно попасть очень такая дорога удобная просторная вот справа тоже вот стройки новостройки строятся в общем везде строятся новостройки город меняется преображается но мы подъезжаем к южному вокзалу и вот этот будет тоже эстакада такая вот тоже связывает с бывшей улицей Архатская ну вот она как раз и есть малая кольцевая дорога мы почти всю ее по частям по частям проезжали ну вот вот такая вот сегодня поездка была если понравилось ставьте лайки слева вот там южный вокзал тоже преобразился красивый стал австан самаркан нету на этом всем спасибо друзья подписывайтесь желаю удачи успехов и до свидания пока друзья до свидания